Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал радиоцентра Сангейтс. Начинает свою программу сегодня пятница 8 часов утра в городе Чикаго на восточном побережье Вашингтон-Нью-Йорк 9 часов утра и только 6 утра у нас на западном побережье в Калифорнии Лос-Анджелес-Сан-Франциско. В Москве в этой час 17 часов дня и мы начинаем нашу программу. У нас вообще-то говоря сегодня день такой эзотерический, поскольку подряд идут три программы. Ну вот в первой программе, которую мы сегодня начинаем, у нас в эфире Геннадий Лобанов и мы будем сегодня говорить об энергетическом целительстве. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте. Ну давайте мы начнем с самого начала, как говорится. Что такое энергетическое целительство, почему люди обращаются вместо нашей дорогой, в прямом переносном смысле традиционной медицине, не обращаются, обращаются, бывает целителем, правильно ли это, надо ли это все совмещать или по отдельности, почему медицина не помогает, энергетические целители помогают и наоборот. Ну сказать так, я стараюсь совмещать, вместе с медиками я тоже сотрудничаю, мы работаем. Что такое энергетическая медицина? С точки зрения физики, мы все-таки какой-то электрический потенциал организм выделяет, то бишь есть волны. И когда можно приборами их обнаружить, но это, конечно, не каждый имеет, но воздействие происходит. Ну вот у меня знакомые два ученых есть, которые подтвердили мою состоятельность и замеряли поле моё. Ну не вот этими, что рекламируют, а у них свои приборы физические. И она благоприятно, если с медиками благоприятно воздействует на организм. Это совместно, конечно, надо работать, можно отдельно, но не все верят в это. И когда мы работаем, я спрашиваю диагнозы, всё, нахожу первую причину болезни и воздействую. На определенные энергоцентры у нас, как вы знаете, их семь, можно воздействовать и так. Можно, ну, что такое поле энергетическое? Это кокон своеобразный, который поддерживает наш баланс. И если он пробит, и оттуда проникают чужеродные организмы. Ну много об этом говорят, тут надо подумать, там сглазы порчи и прочее. Но это энерговоздействие. Я к этому подхожу немножко по-другому, не с точки зрения чистой магии, а с точки зрения физики. Просто нарушение энергобаланса человека, которое надо исправлять. Геннадий, вы сейчас произнесли такое, в общем-то, эзотерическое слово «магия». Ну, магия, magic по-английски, это как бы магия в нашем понимании. Что вы подразумеваете по словам «магия»? Потому что может быть несколько вариантов этого и перевода, и значений. Я это понимаю так. Это неизведанное, которое надо еще изучать, изучать, изучать. Хотя об этом много пишут, но я считаю это больше изучение. Там, конечно, есть методы, которые действительно реально работают, но надо к этому осторожно подходить. Хорошо. А вы применяете в своих практиках вот то неизученное, неизведанное, которое мы называем магией? Знаете, стал в последнее время применять, я постарался совместить магию с энергетикой. Мы сделали пару установок, взятые от магии какие-то герсограммы, на них нанесли определенные символы, поставили определенные пирамиды, и с помощью зеркал все это заводим. Эта установка работает. Вот я сегодня два сеанса проводил с людьми, и отписались, прям чувствуется работа, действительно, на расстоянии. Но это энерговолны. Понятно. Но вот вы себя квалифицируете, классифицируете как энергетического целителя. К вам приходит человек, жалуется на какие-то проблемы в физическом теле, правильно? Он же не жалуется о том, что на меня кто-то навел там порчу, хотя такой вариант тоже может быть, но он этого не понимает. А вот вы смотрите на него, видите, так сказать, его, сканируете его, и видите о том, что это было вот та самая энергетическая какое-то воздействие в виде порчи, сглаза, там, я не знаю, еще чего-то. Вы знаете, большей частью, это случается, так есть там и сглаза, и порчи, но большей частью человек сам себя программирует. Ему кто-то просто сказал, ой, ты неважно выглядишь, тебя, наверное, сглазили. Запускается самопрограммирование. Вот это я наблюдаю. Когда сканирую, я с ним разговариваю, выспрашиваю, естественно, с точки зрения психологии, составляем мы с ним план действий, и я начинаю тогда работать. Но в основном человек больше, большей частью самопрограммируется, встречаются эти случаи сглаз порча, но это делают действительно мастера. А так как сейчас много развелось товарищей, которые поначитались книги, и считают, что это все работает, это неправда. Ни один мастер истинную технологию не выложит. Понятно. Ну вот вы смотрите на человека, вы можете определить человека, которого вы видите, ловите ли вы себя на мысли о том, что вы же общаетесь с людьми, вас куда-то приглашают в компанию, у вас есть друзья. Вы общаетесь, общаетесь, вдруг у вас бах, что-то смотрите на человека и видите в нем что-то не то. Бывают такие случаи? Бывают. А это бывает заметно, или вы целенаправленно воздействуете своими? Я не стараюсь воздействовать, я, конечно, находясь в определенных общих... Ну, в компаниях все наблюдаю, просто если я вижу что-то с человеком не то, я не сразу ему говорю об этом, потому что они все адекватно воспринимают. Как-то в разговорах, когда начинаешь с ним общаться, потихонечку его к этому подводишь, чтобы не напугать. Понятно. Ну, а если... То есть вот вы, допустим, вам все равно, когда вы с человеком общаетесь, так сказать, визуально, то есть он находится в поле вашего зрения, имеется в виду не виртуально, не на интернете, вот как мы с вами сейчас беседуем. Или это имеет значение для вас? Ну, самое, когда я был в закрытом институте, говорят, что СКАД дает 90% информации и воздействия, а вот реал есть реал. Конечно, в реале лучше. В реале лучше. Понятно. А вот если вы посмотрите на меня, скажите, я здоров или я так... Проблемы... Я сейчас в форме, но если с вами побеседовать, вы все равно выскажите, там где-то что-то, я проблемку вижу. Да? По-моему, по голосу, по ориентации голоса, по ориентации вашего вида, я могу сказать, пока у вас все в порядке. Ну, меня как-то не ободряет слово «пока», но тем не менее. Ну, мы все подвержены чему-то. Ну, понятно, да. Хорошо, а вот такой вопрос к вам, Геннадий. У меня, ну, полагаю, так, и есть специалисты, с которыми я общаюсь, которые мне сказали, ну, где-то примерно сейчас у нас, ну, где-то примерно два месяца, чуть больше тому назад, на меня вот был направлен энергетический удар. Вы можете это определить, или это уже дела давно минувших дней, так сказать, тяжело? Нет, понимаете, следы сохраняются. Сейчас, на данный момент, ваше биополе, вот я как вижу, ваш кокон защитный, он в одном месте слегка, потому что и время какое-то прошло, но слегка был удар, и довольно-таки товарищ хотел серьезно. Но вы очень защищены, у вас стоит очень сильная защита. Я не знаю, кто вам ее ставил, как это происходило, но это действительно видно, у вас очень большое поле, где-то до двух метров. Вот так я сейчас определяю, как я вижу, паскать. Поле, поле чего? Биополе. Мое биополе? Да. Это нормально, хорошо? Это даже очень хорошо. Вообще у человека 70 сантиметров до метра считается нормой. Ну, да. Пытаемся соответствовать. Соответствовать имеется в виду специалистам, с которыми я беседую, иначе если у меня поле будет вот такое, так что мне с ними? Просто у вас рост занятий такой, быть в теме, и вы саморазвиваетесь даже в этот момент. Дорогие друзья, человек это вообще саморазвивающаяся система, это я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям, YouTube-зрителям, и это доступно абсолютно каждому, то есть мы можем развивать это, мы можем, вы понимаете, я тоже не словно, как говорится, упал, и это все, так сказать, приходит со временем и с пониманием того, как, что и для чего, то есть хотя бы, как минимум, защита какая-то должна быть, мы это можем делать, мы в состоянии это делать, но есть специалисты, которые нам это могут помочь, могут помочь и могут подправить и направить на тот путь. Вот один из них, мы сегодня беседуем, Геннадий Лобанов, прошу любить и жаловать, мы находимся в центре Сан-Гейтс, город Чикаго, меня зовут Майкл Мелехов, а Геннадий находится на территории России, если у вас возникнет какое-то желание пообщаться, позвоните нам, напишите нам, это Сан-Гейтс 1.08, в YouTube, пожалуйста, мы вас к нему полностью перенаправим, так скажем, и будете беседовать с ним один на один, тем более, если вы находитесь на территории России, вам намного проще. Мы можем только по скайпу пока беседовать. Геннадий, хорошо, ну, если мы говорим об энергетическом целительстве, у меня вопрос, который я задаю практически всем, не является нарушением каких-то кармических, будем так говорить, правил, внедрения и воздействия на то человек, так сказать, своим образом жизни, своим поведением, привел к тому, что, ну, мы знаем, с неба ничего не падает, и болезни, и какие-то проблемы, это следствие чего-то. Так вот, если к вам обращается человек, не нарушаете ли вы такой вот, скажем так, вселенский закон, который говорит о том, что не нужно? Я стараюсь сначала разобраться в проблеме. Если это дано в наказание, и человек эту карму тянет из жизни, из воплощения в воплощение, пусть отрабатывает. Но бывает, что нарушают. Есть специалисты, которые любят шалить этим дело. Вы знаете, вот из десяти, если взять человека два-три, тянут карму, остальные действительно с нарушениями. Тут тогда мы помогаем. Но в кармические законы не всегда можно подкорректировать. Карму, конечно, мы не исправим. Матрицу тоже. Это прописано. Мы можем подкорректировать в лучшую сторону, или в худшую, но вот у меня сколько было, я только мог подправить. И то на какое-то время. Но человек все равно 5-10 лет, он может как-то более спокойно жить. Ну, тоже, надо сказать, хорошо, поскольку мы допускаем тот вариант, и об этом мы, кстати, говорим в наших программах, это не просто так, где-то так вот побеседовали для интереса и рассказали какие-то такие вещи. Нет, это вот наши программы, они, в общем-то, заставляют задуматься человеку на тему, как он себя ведет, как он правильно ли себя. Я с этим познакомился, кстати, в Индии лет 10 тому назад, когда, ну, вот побывал на программе, на программах, там довольно много их было, где мне объяснили о том, что вот это очень и очень важно. А скажите, вот такой вопрос. Ну, есть программы, которые идут из рода, скажем, от наших родителей, от наших бабушек, дедушек, а то еще и дальше. И мы ничего с этим не можем делать, и человек с этим не может делать, поскольку, ну, вот, скажем, на какую-то там прабабку кто-то навел или прадеда, кто-то навел какую-то порчу, и вот теперь по женской линии, по мужской линии идет вот какие-то вот такие вот вещи. Можно ли это поправить и исправить? Вы знаете, сталкивался. Но здесь нужен регрессивный гипноз, так мы его называем. Я вот, допустим, не работаю чисто гипнозом, я только ввожу в слегка измененное состояние, и с этим человеком мы пробуем нырять в ту прошлую жизнь, откуда, как говорится, пошло это. Там надо сделать все зеркально наоборот, но вот это время, которое до воздействия, оно не изменится, потом вектор может повернуться в три стороны. Если человек осознает, если человек захочет это исправить, вектор пойдет вверх, то бишь будет улучшение. Если человек отнесется равнодушно, он так и будет идти прямо. Но если испугается там того, что увидел, или там скажет, да мне это не надо, может быть и ухудшение. Но мы стараемся выводить более на позитив. Это предварительная подготовка, поскольку я такое не делаю, это опасно, только в реале, чтобы был контроль. Исправляем. Родовые в основном, там действительно надо делать регрессивный гипноз, это помогает. Можно какие-то проблемы исправлять. А скажите, а вы это сами видите, или вам человек говорит об этом? Вот мы с ним беседуем, вот у меня тянется, тянется и родители жили плохо, тогда я ему предлагаю это сделать, но еще не каждый к этому готов тоже. Сейчас много этим занимается, если честно, но я не представляю, как можно по скайпу это все делать. Это опасно. Не, ну, не про скайп сейчас идет речь, в принципе, это возможно, да? Возможно, да, есть специалисты, даже, как говорится, более значимые меня, которые этим пользуются хорошо. Ну, исправляют, частично. Не, ну, есть довольно известные люди, которые этим занимаются, и очень успешно занимаются, там, скажем, есть семейные расстановки по Берту Хеллингеру, это известный врач-психолог, и, в общем, достаточно успешно. Там идут глубоко-глубоко в рот, и там, скажем, люди играют роли, бабушек, дедушек, вот так вот, и оттуда все вытаскивается. То есть, в подсознании у нас вся эта информация есть. Мы просто не можем этим пользоваться. И есть такие люди, которые могут читать, скажем, вот, хроники Акаши, да? Это, наверняка, вы знакомы с этим. Да. Но, скажем, все ли туда имеют доступ, или им кажется, что они имеют? Но это не то, да, скажем, чем вы занимаетесь, в частности. Ну, почему я тоже контактирую, но тут мы вот, сколько я уже в профессии нахожусь, не каждому действительно дано. Тут от духовного развития зависит. Если ты духовно более развит, я не говорю, уж там быть идеальным, но тогда тебя допускают до знаний. Но если ты с черными мыслями идешь, на этом заработать как следует, или кому-то обиду нанести, могут не дать. Работает так называемый низ. Идут подмена понятий, мы так называемые. У меня недавно была встреча вот с философами, и когда мы разговаривали с ними, и вот они мне задали такой интересный вопрос. Так скажите, чем отличается нижний мир от нормального и верхнего? Я говорю, ну там они, если более продвинутые снизу, не которые вот эти вот черты там, как говорят, бесы и все прочее, а вот именно высшие снизу, они работают чисто по НВП, то бишь подмена понятий. Мы так назвали это. И они мне даже удовлетворились, хоть один человек сказал более-менее правильный ответ. Там тоже такие люди значимые философы. Я столкнулся, я в Твери ездил на семинары, и вот там пришлось отвечать даже для меня это было удивительно, что люди правильно понимают. Но сейчас большая часть людей пробуждается, действительно. Вы говорите нижний мир и верхний мир. Что такое нижний мир? Ну это все наши тоже, как говорится, энергетические сущности, которые работают на более низких вибрациях. Верхний мир это Господь наш, и ангелы, как их там называют, это более высокие вибрации. И мы находимся между ними. Вот как человек сам энергетически настроен, то он и воспринимает. Вот мы часто сталкиваемся с того, вот мне пришло послание, то-то, 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 у вас будет так-то, так-то, тогда я его спрашиваю, в какое время это было получено. И как я смотрю на человека, как он себя ведет. Если человек немножко, конечно, неадекватен, более с такими низменными наклонностями, это естественно информация снизу приходит, потому что они работают равносильно, как и мы, и вверху. Каждый тянет свою сторону. Но это не люди. Это энергосущности, вообще считают. Энергосущности. Да. То есть, это можно допустить такое, что есть случаи, и довольно-таки может быть и много таких случаев, когда в нас подселяются какие-то сущности. это подселяют. Лярвы, так называемые, это мы делаем их сами, своими поступками, действиями и прочим. А вот сущности бывают, подселяют, но это уже, если они в этом человеке заинтересованы, не подселивают сущности, человек его разнаивает. Управляет сущность. В конце концов, она его съедает. В конце концов, если не принимать меры. Да, съедает сущность. А как, во-первых, как распознать, во-вторых, как оттуда ее, так сказать, выгнать? Возможно ли это? Есть методики такие, это уже действительно из магии, там, при помощи зеркал можно снимать, можно там заговорами, ну, это я мало касаюсь, я работаю по своей методике, я сам разрабатывал ее долго, я снимаю зеркалами. Если ее не убирать, она в конце концов порабощает человека. Как я понимаю, у нас было несколько передач, я проводил по поводу зеркал и с Еленой Порецкой, известной вам, с которой у нас, кстати, через 10 минут буквально будет эфир, мы по этому поводу говорили еще с другим парапсихологом, мы беседовали, то есть, как я это понимаю, в принципе, зеркала, это наше, ну, и отражение нашего внутреннего мира, и это мы сами, то есть, если мы ищем причину, что с нами произошло как-то, то есть очень простой способ, ну, правда, да, подойти к зеркалу, и сразу мы узнаем, где причина всех причин, то есть, кто виноват, так скажем, но, как правило, люди видят в зеркале отражение своего, ну, скажем, не знаю, красивого, некрасивого, там, молодого, немолодого тела, а вот другие тела мы не видим, вот, вы сейчас сказали, в частности, про моё биополе, но мы знаем, что существует несколько тел, которые, когда человек умирает, они потихонечку так расстаются с этим физическим телом, которое уже умерло, но энергетические тела, они ещё живут какое-то время, этим и объясняется, то, что отмечают, правда, об этом уже мало кто помнит, о том, что живут, то есть, отмечают такие 9 дней, вот, 40 дней, там, да, это уход, вот этих расставаний с телом физическим, скажите, есть возможность каким-то образом увидеть свои тела человеку, который пока сегодня не видит этого, а видит только вот в зеркале своё тело? Ну, тут уже нужно подготовиться тренировка-тренировка, я так называю, но, теоретически, так сказать, это возможно, правильно? Мы увидим ментальное тело, у нас 7 тел, 7 тел, физическое, остальное, казуальное, и 4 идёт ментальных, ментальных, ментальных мы уже не увидим, это мысль, она уходит в информационное пространство и остаётся там, да, ну и чакры, которых у нас тоже 7, но это на уровне физического тел, на самом деле, их значительно больше, и, есть чакры, которые находятся за пределами, там, ну, в центре галактики, где-то даже есть такие, и у каждого человека, это, это правда, но как минимум, вот эти вот, скажем, три тела мы можем увидеть, правильно? Да, многие посещают астрал, но я не любитель астрала, вы знаете, были пробные у меня выходы, мне не понравилось, это как интернет, там всё, и хорошее, и плохое, мы ещё, вот, моя группа работает, мы в основном выходим в ментал, это мысленные послания получаем, мысленные образы нам выдают, всё совсем по-другому, это не осталось. Научиться этому можно выходить в эти, да, то есть, ну, самому не научиться, есть какие-то, наверное, и в интернете тоже вряд ли, это какие-то, может быть, учебные посуды, это надо, так сказать. Мы брали методику одного доктора, Синельникова, если вы, может быть, слышали, вот у него, не только слышал, но у меня много книг, его есть, да, читал я, вот там у него есть хорошая глава, как разговаривать со своим подсознанием, мы вот эту методику, входа взяли, но разработали совершенно свою программу, мы долго, пять её делали. А мы это, мы это, простите, мы, простите, это кто? У меня ещё группа есть, товарищи, которые со мной работают, то есть, это, 5 лет отрабатывали каждый пункт, пока действительно это не поняли, ну, так, своя заковыка, надо чётко понимать ответы подсознания, потому что многие спотыкаются, либо не хватает терпения, либо ошибочное мнение, и тогда подсознание начинает играть с тобой, ну да, да, то есть, нам кажется о том, что мы получаем ответ, о том, что мы туда, так скажем, попадаем, а на самом деле, это иллюзия, которая внутри нас самих существует, и мы с этим воспринимаем это, как реальность, а как отличить вот это искусственное, так скажем, чувство того, что ты общаешься там где-то там с высшими силами, или своим высшим я, от того, что это иллюзия, человек не в состоянии, отличается, отличается, если все идет вот именно как ты хочешь, это мы сами себя настраиваем, но на самом деле у меня приходят совершенно не мои мысли, не мои действия, я тогда анализировать начинаю, я включаю сознание, естественно, и тогда уже делаю анализ, иллюзия это все-таки, или это правда, но в основном приходят такие вещи, которые я бы в жизни не сделал. Ну, есть люди действительно таких не так мало, просто о них, так сказать, не очень описывают их, о них не очень про них рассказывают, но есть люди, которые даже пишут под диктовку письма, их называют контактерами, там автоматическое письмо, такое есть понятие, есть, у меня женщина была, но она после травмы головы не стала этим заниматься, она писала письмо, она всегда присылала, мы ей задавали вопрос, она отвечала, я сравнивал, конечно, и по психологии сравнивал, что это, либо это, как говорится, нет, действительно, это было так, но это, на свое мнение, я еще и у людей спрашивал, тоже консультировался, более с значимыми людьми, говорят, правда, но это очень и очень действительно, интересно, мы в нашем центре ездим в такое место, об этом много раз я рассказывал, который называется Абаджане, в Бразилии, и там находится человек, который очень известен во всем мире, его зовут Джонат Бога, Жуава, и он целитель, он медиум, и он целитель, он излечил очень и очень много людей, ну, не он, а те сущности, которые через него работают, будем их называть ангелами, потому что они лечат, это же так, и вот, ему было рекомендовано это место, одним очень тоже известным человеком, в прошлом, бразилиец, его звали Шика Хавер, который написал 428 книг, под диктовку свыше, никогда он не учился ни в литературе, никогда он ничего там в этом отношении и не умел, он был медиумом точно таким же, и очень серьезным, он был тоже целителем, но он написал эти книги, по которым поставлено очень много и фильмов в том числе, но один известен уже стал, когда-то это был, я его смотрел буквально, еще перевода никакого не было, называется «Наш дом», но Саларов по-португальски, или «Духовный госпиталь», по-моему, так переводят еще. Ген, спасибо большое, это очень и очень интересно, дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, я напоминаю, мы беседуем с Геннадием Лобанов, Россия, Москва, энергетический целитель, который уже много лет занимается этими практиками, и это наша первая встреча, напоминаю, поскольку мы планируем серию, цикл таких вот бесед, это очень интересно, потому что лично, ну не знаю, как кому, наверняка найдутся много желающих, которые хотели бы этому научиться, а не просто прийти на прием, что тоже, в общем-то, хорошо, поскольку это первый шаг, так как, скажем, антибиотики, не решающие никакие проблемы, но они на сегодняшнем этапе, они необходимы, иначе человек может, так сказать, ну серьезно пострадать, но в то же время, вот это как, скажем так, прием у парапсихолога, там, у целителя, это тот самый антибиотик, который, да, действительно, он помогает, он действительно, можно сказать, исцеляет, но человек должен задуматься, почему это произошло с ним, почему наступил момент, когда он должен обратиться к такому парапсихологу, целителю и так далее, вот мы планируем делать такие встречи, а потом, может быть, сделаем какой-то такой круглый стол, посмотрим, как это дальше пойдет, но я хочу поблагодарить, Геннадий, вас, и, дорогие друзья, поблагодарить вас, что вы с нами, слушаете наши передачи, ну, и, пожалуйста, будем всегда рады вашим вопросам, замечаниям, комментариям, поскольку программа записывается, выкладывается в YouTube, ну, а на этом мы прощаемся, Геннадий, спасибо большое, если, да, если вам будет интересно, послушайте передачу, тройной W, sungatesradio.com, sungatesradio.com, потому что буквально через минуту мы начнем передачу с Еленой Порецкой, да, хорошо, еще раз спасибо, всего доброго, до свидания, удачи, здоровья, до встречи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова